истина и развлечение. Здесь у нас есть два пророка. Анания и Еремия. Да? И у них два абсолютно разных пророческих послания. И как это должно работать? Анания провозглашала о том, что Иуда будет свободен от Вавилона. Иеремия ходил по Иерусалиму и говорил, подчинитесь Вавилону и вы останетесь живы. Когда он услышал Ананию, Иеремия была надежда на то, что слова Анании не истина. В 28 главе 6 стихе Иеремия говорит, после того, как он услышал Ананию, Аминь. Простите, Иеремия принял слова Анании как пророчество и сказал, Иеремия, пророк, «Да будет так, «Да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие». Мы видим, что здесь Иеремия не начинает драться с Ананией. Он не начинает ему тыкать в лицо о том, что «Ты неправ, ты здесь конкретно неправ». Иеремия говорит, «Я надеюсь, что так и будет, как ты говоришь, но я боюсь, что это неправда». И дальше он высказал слово, и он высвободил предупреждение в стихах 8 и 9. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну, и бедствия, и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Здесь мы видим, что Иеремия делает развлечение между двумя типами пророчеств. Он говорит, что есть один вид, который говорит о проблемах в войне, бедствиях, море, разрушениях. И очень много и часто были даны такие пророчества. Но дальше он говорит что-то очень интересное. но пророк, который пророчествовал о шаломе, о мире, мог быть признан за истинного пророка, только если его слово сбывалось. И он дал конкретно здесь мысль о том, что если вы говорите о мире, то вы должны быть крайне уверены, что Бог просит вас именно об этом говорить. И мы знаем, что в последние времена люди будут восклицать «Мир, мир», а никто не будет находить его. И я верю, что это будет очень усиливаться в последние дни. Но также хочу сказать вам, что это не будет так легко. Очень много битв впереди. И многим придется пострадать и пережить это. Я верю, когда придет принц мира, мир придет в эту землю. Но до этого будет становиться только хуже, я так верю. Как верующие, как церковь в мире сегодня, я верю больше, чем когда-либо. Мы должны быть готовы к войне. может быть, это было два года назад, я был на служении, и Бог дал мне видение на этом служении. верующих То, что я первое увидел, это большая группа верующих, и они сидели на круизном лайнере. они отдыхали на этих лежанках, грелись на солнышке и крайне наслаждались тем, что с ними происходит. Все было замечательным и чудесным. Прекрасная еда, бассейн. Знаете, как иногда в фильмах бывает, одна вещь трансформируется в другую вещь, и потом я медленно начал видеть, и как бы вот я вижу весь этот лайнер, и с одной стороны лодка начинает меняться, этот лайнер. и я вижу, что этот круизный лайнер потихоньку превращается в военный корабль. И все отдыхающие люди в круизного лайнера превратились в солдатов, которые готовятся к битве. И я верю, что во многих местах на Земле так и должно произойти и будет происходить. Мы должны оставить в прошлом этот менталитет отдыхающих на круизном лайнере и принять в себя менталитет воинов, приготовляющихся к тому, что Бог хочет, чтобы мы совершили. Когда Еремия высвободил свои слова Анания Анания очень расстроился, он не принял с радостью эти слова. И тогда пророк Анания взял ярмо с шеи Еремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания перед глазами всего народа сии слова, так говорит Господь, так сокрушу Ерму, через два года царя Вавилонского. Это конкретно противоположно по сравнению с тем, что высвободил Еремия пророк. И здесь у нас есть контраст. Одна рука это Еремия, вторая рука это Анания. Что Бог хочет, чтобы Иудея сделала? Служила Вавилону? Или верить, что Бог освободит Иудею от гнета Вавилонского? Там был выбор, который надо было сделать. Мы всегда находимся в месте, где нам надо делать выбор. И Еремия знал, каким был ответ. Он провел достаточно много времени времени. Вся его жизнь. Он посвятил всю свою жизнь, желая, чтобы предупреждая Иудею, что если они не изменятся, если они не прекратят делать то, что они делают, если они не перестанут быть обманчивыми, если они не оставят свою гордость, Иудея проиграет, и цена будет велика. И Вавилон тогда управлял Средним Востоком. И он был, в принципе, готов атаковать Иерусалим. И наказание было очень близко. Иеремия не хотел этого пути. И он хотел, чтобы эти люди жили в мире. Но это означало воевать против Вавилона. но он знал, что это не путь. Он знал, что им надо смириться перед Богом. Анания по каким-то причинам неправильно понял, неправильно неправильно понял то, что Бог хотел ему сказать. Может быть, очень велико давление людей вокруг Анании. Они приставали к Нему, Анания, ну скажи, что Бог хочет, скажи. Посмотри, вот армия идет. Что нам делать? И в сердце своем он хотел, чтобы они были в мире и покое. И, скорее всего, он позволил просто своим эмоциям говорить в жизнь людей через свое слово. И он решил, что Бог автоматически возьмет сторону Израиля против войны с рогами, потому что Израиль же избранный народ. И он мог двигаться мыслью о том, что мы избранный народ, и что бы мы ни делали, Бог будет защищать нас, и Он будет на нашей стороне. Это, может быть, было первое проявление патриотизма. Но без сомнения, Дух пытался говорить с Ананией, и Он был уважаемый пророк. У него были пророчества, которые исполнились, и у него была репутация хорошая. Но Анания в этом случае невнимательно слушал, что Бог хотел сказать ему. Вы не можете говорить от имени Бога, если вы не готовы слушать Его. Это большой урок, который нам надо выучить. Мы должны проводить время в прислушивании к Богу, слушая Его. Позвольте мне спросить вас в ваше молитвенное время. Как много времени вы говорите Богу, и как много времени вы ожидаете от Него ответов, слушая? Большинство из нас больше говорят. Нам надо это менять. Нам надо разделить время. И да, нам надо говорить Богу, но нам также надо слушать Его. иллюстрация к этому может быть такая, как будто кто-то пришел к доктору, и вы заходите в кабинет врача, и говорите, Господь, доктор, у меня болит во всех частях моего тела. шея, болит шея, у меня болит все, на самом деле, все болит. А вообще у меня еще с желудком проблемы, и у меня еще температура из головной боли, мигрени. мой нос течет, и мои ноги пахнут. И потом вы резко смотрите, например, на часы, и говорите, о, нет, доктор, мне надо убегать, извините. И вы выходите за дверь. И доктор говорит, подожди, я не был даже, не имел возможности даже сделать тебе что-то, но человек уже ушел. Это такое ваше молитвенное время? Оно так выглядит? Вы возносите все вещи Богу, и Бог сидит и слушает. Я понимаю, я могу помочь. Прости, Господь, мне надо бежать делать. Это выглядит смешно. Это просто, чтобы вам легче было понять. Мне пришлось выучить этот урок. разделять время. Да, говорить ему в молитвах, но также слушать, что он хочет сказать мне. Он говорит ваше сердце. Он может помочь вам, он может укрепить вас, он может исцелить вас. инструкции в том, как вы можете быть успешны, но если вы не слушаете, вы не узнаете никогда. Я верю, что Еремия проводил много времени, слушая Бога. Анания, скорее всего, не слушал. Он позволил обстоятельствам, которые окружали его, контролировать то, что он высвободил через свое послание. Если вы хотите двигаться в служении, в любом случае, вы должны научиться слушать Господа. Это иногда так сложно для нас сделать свой разум пустым от всех вещей, которые в нем и мыслей. А потом научиться то, что Бог хочет сказать нам. Господь говорил пророкам, которые слушали Еремии. Бог сказал ему, что Анания будет сокрушен за то, что сказал неправду Божьим людям. Это может произойти с нами. Если мы с вами не готовы слушать, что Бог говорит, вещи пойдут неправильно, дела пойдут неправильно. И если мы не покаемся, это может привести нас к смерти. Может быть первый раз не к физической смерти, но к духовной смерти. Мы перестанем иметь возможность функционировать. Наши молитвы не будут эффективны. Мы не сможем принимать ответы. способны помочь другим. И все, что мы будем пытаться сделать духовным, будет просто невыносимым бременем. И оно будет без радости Божьей. будем грязь служит. От нас останется только грязь. Приговор Анании был произведен в действие. Если мы внимательно посмотрим описание, то это заняло всего два месяца для исполнения. И Еремия только высвободил Слово, и через два месяца Анания умер. И очень скором времени Вавилон захватил Иуду. И большинство народа увели в плен без гнания. Нация не служила царю Вавилона, и они перестали жить как нация. ключевая разница между этими двумя пророками это истина. Один понимал, что есть истина, другого не интересовало, что есть истина. пророками второго ананию более волновало свое положение и чтобы быть более популярным. Если вы хотите двигаться в служении настоящего пророка, не ожидайте, что вы будете очень модным и популярным. А если вы очень популярны, может вам стоит задуматься, о чем ваше пророчество. Истина всегда победит. Бог на этой стороне, на стороне истины. для ясности. Это не означает, что все элементы, все части пророчеств должны быть сбыться. Большинство пророчеств были достаточно условными. И они имели эти пророчества условия. Видите, как пророчество, которое сказал Иеремия по поводу Вавилона? Истинное пророчество. Истинный пророк не предсказывает события, но дает большую цель, которая поможет привести народ Божий в волю Божию, на путь Божий. по факту, что мы видим с Ионой, много страстных пророков, библейских пророков. пророков. Как в случае с Ионой, много тяжелых, таких тяжких, не особо приятных пророчеств, настоящих истинных библейских пророчеств, так и не исполнились, потому что люди покаялись, потому что они изменились. И тогда Бог останавливал свое наказание. Они услышали Бога, они услышали пророка, и они подчинились Богу. И с ними не произошло. Самое явное это пророчество Ионы. Истина здесь в чем? Бог любит, когда люди меняются. Бог открывает эту истину пророку. Бог являет его людям. Лже пророк. Лже пророк, такой, как Анания, говорит ложь, которая противоречит истине. хорошо. другая вещь, которую я еще хочу... истину язык. Истин house Dear God, истин house души, н Thirdly, нй. Н к détому cafeterу, мё, учили DRim. истин house истин upon us. Истин hubи, истин хитроции, сэрхи, Давайте попытаемся войти и тогда, может, мы поймем это слово, которое... Много людей думает, что пророчество должно быть... Многие люди думают, что если ты в пророческом служении или ты пророк, то это должно быть, как в фильме. Великий актер, много анимаций, много декораций. И пророчество, может, высвобождено разными путями. Но то, что я верю, что в большинстве случаев оно высвобождается достаточно нормальным путем. И не должно в себе включать больших шоу. Если Бог делает что-то такое необычное через Дух Свой, это хорошо, это нормально. И мы, если смотрим в Танахе, мы видим, что пророкам приходилось делать что-то необычное. И многие из них тряслись, падали на свое лицо перед Господом. Это может происходить. Но я верю, что в те многие разы, когда пророчествовал Исаия, Иеремия и другие пророки, они просто стояли перед народом и говорили нормальным образом. и высвобождали Слово. Пророчество может прийти как сон. Или как то, что Бог говорит тебе записать. Это может быть даже внутренним свидетельством, впечатлением. Это может быть визуализация. Визуализация, это как в примере с Иеремией, ему пришлось одеть ярмо. Исаии пришлось три года ходить обнаженным. Бог может попросить тебя сделать что-то, что будет визуальной помощью народу принять это пророчество. Это также может быть видение, которое Бог может дать тебе. Бог также может использовать Писание как начало для высвобождения пророческого слова. И после того, как вы найдете начало пророчества в Писании, Бог дальше будет вас вести в высвобождении этого пророческого слова. Бог передает пророку послание, которое крайне важное, которое является очень важным. И высвобождает его в особое место и для особой ситуации. Пророк дает послание написанное или устное. Но пророк не создатель этого послания. Оно приходит от того, кто проговорил пророку. Это имеет смысл для сегодняшнего дня или для будущего? Чтобы понять природу пророчества после пророческого дара, после прихода Ишуа, мы должны распознать, что произошло в Пятидесятницу. Деяние, вторая глава. Давайте на минуточку погрузимся в Деяние. До этого Дух Святой касался или прикасался к некоторым людям, избирательно. Но в Деяниях сошествия Духа молитва Моисея была отвечена. И пророчество Иоиля, что Дух изольется на людей. Помните, мы говорили о Моисеи и 70 его старейшин? 68 были в Скинии, двое остались в Стане, но они все начали пророчествовать. И тогда Иисус Навин был немножко расстроен, а Моисей был доволен. И Иисус говорит, может, я запрещу им, Иисус Навин? И Моше, как бы, тогда провозгласил, как молитву, я бы желал, чтобы все люди пророчествовали. Это была его молитва. И Иоиля 2.28 Бог изольет Своего Духа на всякую плоть. Давайте прочитаем все-таки Иоиля. И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И зальется на всякую плоть, и все будут пророчествовать. И я немножко шучу в этом месте. Тут написано, что ваши старцы будут видеть сны, а юноши — видение. И я говорю в этом месте, что я все еще вижу видение. Вернемся в Деяния 2 главу 16-17 стих. Это тот же самый текст, который Петр цитирует с Иоиля. То, что происходило в Деяниях 2 главе, это был поворотный момент в человечестве. Очень такая конкретно разделяющая линия в отношении Бога с человеком. Это не разрывало отношения Нового Завета с Писаниями Танаха, с Танахом. Но семь недель прошли после того, как Ишуа умер и воскрес. И кульминацией этого всего было излияние в день Пятидесятницы Духа Святого. С того конкретного момента Дух Святой был способен Дух Святой был доступен для всех, и все сыны и дочери могли пророчествовать. Я не помню, упоминал я уже это или нет. Но в Писаниях Танаха всегда говорилось о том, что Дух пришел и почил на ком-то. Но с этого времени, Дня Пятидесятницы, Дух жил внутри. И это уже не работало снаружи внутрь, а работало изнутри наружу. Это уже не работало. На заветные времена люди относились и тестировали, и принимали пророков и пророчества точно так же, как это было в Ветхом Завете. И иллюстрация Иоанна Крестителя. Он был последним, которого можно сказать, что последний настоящий пророк Ветхого Завета Танаха. Ишуа сам сказал это ясно, когда в Матфея 11 главе 13 стих, «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». И Ишуа этим дал понять о том, что все на Иоанне Крестителе это заканчивается. Здесь Он, Ишуа, проложил нам как бы линию от Моисея до Иоанна Крестителя пророческую. Все пророческое служение от Моисея до Иоанна служило на то, чтобы предречь приход первой Мессии. Но какова цель пророческого служения после первого прихода Мессии? Это ясно, что должно быть изменено. Мы не должны с Вами удивляться тому, что изменилась роль пророков после Дня Пятидесятницы. Смена, произошло изменение акцентов. Если мы будем рассматривать пророков Нового Завета, мы увидим три разных пути, по которым Бог использует пророков в Новом Завете. Первый. Это говорит о том, что любой верующий в Бога может пророчествовать. Это Деяние, 2 глава, 16-17 стих. Пророческий дар дается некоторым верующим, но не всем. И некоторые люди верующие могут быть распознаны как настоящие пророки. Первая Коринфянам, 12-я глава, с 8-го по 11-й стих. Первая Коринфянам, 12-я глава, с 8-го по 11-й стих. Мы не нуждаемся в том, чтобы сейчас это вслух прочитать, потому что мы все это знаем. но мы видим, как это работает просто здесь. 12-я глава, с 8-го по 11-й стих. И третья вещь. Пророчество дано церкви. Пророчество как дар дано некоторым верующим, но не всем. Некоторые люди и эти люди, такие люди, могут быть распознаны как пророки настоящие. Вспоминаем, простой дар пророчества имеет разницу со служением пророка. Вот о этом мы здесь говорим. Пророческий дар дается некоторым. И они могут быть распознаны как пророки. Но простой дар пророчества дается всем. Третий пункт. Пророчество дается церкви. Пророки даются для церкви. Для цели. Подготовить, снарядить народ Божий для работы. Ефесянам 4-я глава, а с 11-го по 12-й. Ефесянам 4-я глава, 11-й, 12-й стих. Пятигранное служение. Пророки даются для церкви. И их цель — снарядить народ Божий для Божьей работы. Они помогают людям понять, каким должно выглядеть их служение. И потом они молятся с ними и за них, чтобы они были способны вырасти, возрасти. Что бы я хотел сделать? С пунктом 3-им. Но, чтобы объяснить вам кое-что из пункта 3-го, мне надо вернуться к пункту 1-му и 2-му. В смысле, что все люди могут пророчествовать Божьи. Пророк говорит от имени Бога. Все Божьи люди призваны пророчествовать. Говорить от имени Бога. Если ты евангелист, если ты говоришь людям о Боге, то можно сказать, что в каком-то смысле ты функционируешь как пророк. Поэтому не смущайтесь. Это не делает вас пророком. Как дети Божьи, наша привилегия быть ведомыми Духом Святым. Римлянам 8.14 Римлянам 8.14 Ибо все вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. Я знаю, что это очень часто используемый текст. Когда вопрос стоит, действительно ли ты ребенок Божий. Совместно с Иоанна 1 главой 12 стихом, плюс этот стих становится более явным. Давайте проверим. Давайте проверим Иоанна. Евангелие от Иоанна 1.12 «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». У людей есть проблемы с пониманием, что они дети Божьи. Но это вот ключевой текст. И если ты принимаешь Иешуа как своего личного Спасителя, тогда это выведет тебя во взаимоотношения, в которых ты будешь Сыном Божьим. Иоанна 1 глава 12 стих. Цель, по которой был излит Дух Святой в Пятидесятницу, чтобы мы были наполнены силой и стали Его свидетелями. Я говорю это очень часто. Цель, по которой Дух Святой сходит в вас и на вас, это не для того, чтобы дать вам приятные ощущения, но это чтобы снарядить тебя, быть свидетелем Его. Мы остановимся здесь. После перерыва мы будем делать то, что делали вчера. цефор Продолжение следует...